Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Почти 70 незаконно установленных торговых объектов вывезено с улиц Октябрьского района Самары с начала этого года. Несколько ларьков убрали с пешеходной зоны Московского шоссе, где сейчас ведется реконструкция. Этот ларек, где торгуют выпечкой, стоит здесь уже длительное время. Все документы у предпринимателя в порядке, да вот состояние территории вокруг объекта оставляет желать лучшего. Асфальт местами провалился, а это небезопасно для пешеходов. У них был договор аренды, но сейчас они мешают проведению капитального ремонта Московского шоссе. Здесь полностью будет произведено благоустройство, укладка нового асфальтового покрытия. Чтобы навести здесь порядок, договор аренды земельного участка с предпринимателем пришлось расторгнуть досрочно, что не противоречит закону. Но, тем не менее, уже почти три недели 10 квадратных метров этот киоск занимает незаконно. Он был установлен в законном порядке расторгнут. Давалось время на освобождение территории. К сожалению, хозяева не освободили. Поэтому мы вынуждены силами департамента, силами района, силами полиции ввозить данный киоск. Киоск будет отправлен на спецстоянку. Его доставку туда предстоит оплатить хозяину. Та же судьба и у табачного ларька, что стоит по соседству, который и вовсе поставили здесь, незаконно. По словам горожан, подобные объекты только портят общую картину города. И убирать их нужно обязательно. Все непременно и везде. Для того, чтобы у нас было чисто, чтобы у нас было цивильно, чтобы дети наши ходили в чистом городе, чтобы дети дышали чистым воздухом, чтобы у нас жило здоровое поколение. В ближайшие дни с пешеходной зоны Московского шоссе уберут все нелегальные киоски. Этим также займутся специалисты городского департамента потреб рынка, районной администрации совместно с полицейскими. Павел Баймаков, Максим Гусев. События. В Самаре прошла первая узкоспециализированная выставка «Бизнес для города». Участники исключительно самарские предприятия представили свои разработки в области благоустройства и ЖКХ. Интересные предложения рассмотрели представители городских властей. Подробности в нашем сюжете. По поручению главы администрации Самары Олега Фурсова в столице региона налаживают производство нового безопасного противогололедного реагента. Он придет на смену Бионорду, который закупался в другом регионе, причем недешево. К концу этого года мы попробуем выйти на контрольное испытание антигололедного реагента и потом в течение нескольких лет запустить его производство. Мы должны не только доказать жителям Самары, но мы также должны доказать соответствующим инспектирующим организациям, что этот состав экологически чистый. Только после этого мы сможем заказывать оборудование. Прорыв в экологии демонстрируют и производители колодезных люков. Их создают из переработанного вторсырья, полимеров и песка. Каждый может выдержать до 25 тонн. Сам же весит около 70 килограммов. При этом не поддается никакой коррозии. Они не интересны сборщикам металлолома, так как в последнее время участились случаи, что просто воруют крышки от чугунных люков. То есть и плюс они дешевле, соответственно это экономия для бюджета. Свои уникальные разработки представили на выставке «Бизнес для города» исключительно самарские производители товаров и услуг в сфере благоустройства и ЖКХ. Возможность встретиться с ними получили непосредственные потребители. Это на наш взгляд крайне важно, чтобы локализовать все закупки, которые есть на территории по профильным направлениям, локализовать именно на самарских товаропроизводителям. Потому что город на самом деле достаточно богат производителями по абсолютно разным направлениям. С предложениями производителей ознакомился глава городской администрации Олег Фурсов. Его заинтересовали разработки в сфере энергосбережения, освещения улиц, средства защиты дорог и бордюров при авариях, а также некоторые элементы благоустройства. Вот эта выставка, она демонстрирует, что санкционный режим, который был введен против нашей страны, он приводит к тому, что ряд производства у нас возрождается. Для нас это очень отрадно. Создаются новые рабочие места. Городские власти ищут возможности сделать город чище, красивее и комфортнее для горожан в самые короткие сроки. Такую задачу поставил в своем послании губернатор Самарской области. Некоторым из участников первой узкоспециализированной выставки рекомендовали принимать участие в аукционах. Марина Матвеевична, Сергей Баскин, События. Глава администрации Самары Олег Фурсов встретился с делегацией посольства Франции в России во главе с чрезвычайным и полномочным послом Жанном Марисом Репером. Мэр отметил, весомых результатов сотрудничества между Самарой и Францией достигло в экономической сфере. В 2010 году группа компаний «Электрощит» и «Шнейдер Электрик» создали совместное предприятие, которое открыло самарской продукции дорогу на международный рынок. И такое взаимодействие необходимо продолжать. Интересы обеих сторон будут лучше всего учтены при создании совместных предприятий. Самара возьмет на себя обязательства по подготовке списка потенциальных инвесторов, которые заполнят свободные ниши экономики. Со своей стороны посол заверил, что Франция крайне заинтересована инвестировать в наш город. На сегодняшний день в регионе работают около 40 французских компаний, и они хотели бы расширить их перечень. Интерес связан с грядущим чемпионатом мира по футболу и с развитием инфраструктуры. Одна из компаний хочет принять участие в строительстве канатной дороги «Самара-Рождественная» и предлагает связать подвесной трассой и железнодорожный вокзал со строящимся районом Южный город. Посол Франции обозначил интересы и в архитектурном аспекте, отметил, цитата, «резные окна необыкновенной красоты на исторических зданиях Самары, которые необходимо сохранять». Во время встречи Олег Фурсов рассказал о начале большого проекта по восстановлению памятников архитектуры и добавил, что к подобной работе очень важно подключать молодежь. «Нам крайне интересно, чтобы наши студенты знакомились с французской культурой, в том числе с культурой производства, культурой труда, но помнили, что их корни находятся в Самаре». В Самаре на площади Куйбышева будут транслировать прямой эфир предварительной жеребьевки отборочного тура Чемпионата мира по футболу 2018. Сама жеребьевка пройдет в Санкт-Петербурге 25 июля. К этому большому спортивному событию в Самаре, одном из городов, где пройдут игры Мундиали, приурочат финал турнира футбол в центре Самары. Подготовка к предстоящему чемпионату в областной столице идет полным ходом. Чемпионат мира по футболу 2018 года стал мощным импульсом к развитию Самары. К масштабному событию город должен полностью преобразиться. Это и ремонт дорог, и благоустройство, и создание необходимой инфраструктуры для привлечения туристов. Новое лицо приобретет и старая часть города. Однако здесь сохранится исторический архитектурный контекст. Будут реконструированы памятники архитектуры. Спортивное строительство в Самаре тоже грядет грандиозное. Рядом со стадионом в районе радиоцентра вырастут три спортивных объекта, способные принимать соревнования мирового уровня. Федеральная программа предусматривает финансирование на один объект с стоимостью не больше 500 миллионов рублей. Такая поддержка по трем объектам получена. Это Центр водных видов спорта, это Дворец Еленоводств и это Велотрек. Особое внимание Федерального министерства спорта привлек проект Велотрека. Он будет иметь сборно-разборные трибуны и сможет вместить порядка 1800 зрителей. На совещании при губернаторе подробно обсудили и проект Дворца Единоборств, в Центральном зале которого планируют разместить 8 татами. Уникальным для Самары станет и Ледовый дворец. Сметы на строительство должны быть объективными в плане экономии бюджетных средств, но при этом для жителей региона спорта объекты будут максимально удобны. Я прошу негативно делать эти затраты на строительство. А что касается функционал, это надо по максимуму делать так, чтобы как можно больше людей выделять. Помимо спортивных объектов, в районе радиоцентра создадут всю необходимую инфраструктуру. Марина Кравцова, Алексей Золотенков. События. За честные закупки в Самаре состоялся первый антикоррупционный форум Общероссийского народного фронта. Активисты этого движения уже несколько лет выявляют нарушения в сфере госзакупок. За два года им удалось выявить почти 600 сомнительных закупок и сэкономить десятки миллионов рублей федерального бюджета. С коррупцией будут бороться сообща. В ряды народного фронта уже вступили тысячи добровольцев по всей стране. Все они готовы помогать выявлять расхитителей государственных средств. По оценкам счетной палаты, каждый 15-й рубль при госзакупках используется неэффективно. В масштабах страны это ежегодно потеря больше 1 триллиона рублей. Теперь контролировать расход бюджетных средств помогут активисты народного фронта. 5,5 миллионов закупок было проведено вот за полтора года. И той же счетной палате, ну невозможно отследить все эти закупки. А наши коллеги, активисты на безвозмездной основе помогают и счетной палате, и федеральной темонопольной службе, и самим заказчикам такие проблемы выявить, их устранить и постараться больше не допускать. Участники Народного фронта внимательно изучают госзакупки по строительству детских садов, школ, ремонту дорог и другим направлениям. Стоимость контрактов в некоторых регионах поражает. В одной области, к примеру, строительство детского сада стоит полтора миллиона рублей. В другой такое же строительство оценивают 8 миллионов. В результате контроля госзакупок фронтовикам удалось сэкономить 3 миллиарда рублей, не допустив при этом излишних трат. Покупок квартир, машин, предметов роскоши и проведение корпоративов. Все, что выходило на сайт за честные закупки, допустим, попытка купить с изранской администрацией Toyota Camry, которая была отменена в течение 6 дней, это тоже прошло через сайт. Мы в конструктивном диалоге, по телефонному звонку, по какой-то электронной переписке добивались того, что заказчик более тщательно отсматривал свой заказ и либо снимал его, либо вносил коррективы. Присоединиться к движению за честные закупки могут все желающие. В сети интернет создан специальный сайт, где можно оставить сообщение о выявленном нарушении. Также в Самарской области в скором времени заработает портал, где будут опубликованы все госзаказы, которые проходят через каждое муниципальное образование. Жители региона смогут проконтролировать, на что расходуются бюджетные деньги. Лариса Шлафаст, Дмитрий Мешканцов, События. Между тем, цены на самарском рынке недвижимости снизились на 2%. Стоимость квадратного метра жилья стабилизировалась. В среднем по Самаре она составляет на первичном рынке 51 тысячу рублей, на вторичном рынке 58 тысяч рублей за квадратный метр. Наибольшим спросом пользуются однокомнатные квартиры. По-прежнему люди приобретают жилье в основном в ипотеку. Эксперты прогнозируют в ближайшем будущем снижение процентной ставки. Поэтому, если квартиру приобретать нужно несрочно, имеет смысл подождать. Сейчас ставки по ипотечным кредитам варьируются от 11 до 20%. На сниженную процентную ставку могут рассчитывать участники государственной программы «Жилье для российской семьи» и по субсидированию ипотечной ставки. Если мы говорим про первичное жилье, то это ставка от 10,9, которую предлагает агентство по ипотечному и жилищному кредитованию в рамках «Жилье для российской семьи», до 11,9 и 12, которые у нас предлагают банки по госпрограмме субсидирования ставки. В условиях кризиса государственная программа субсидирования является очень своевременной мерой по поддержке самарского рынка ипотечного кредитования. Ведь потребность в улучшении жилищных условий в самарском регионе велика. По оценке экспертов, в докризисный период свыше 50% сделок на самарском рынке первичного жилья заключалось с привлечением ипотеки. Ребята, оставшихся без попечения родителей, поздравили с окончанием школы. Им вручили сертификаты на 10 тысяч рублей и планшетные компьютеры. Это единовременное пособие выплачивается с 2009 года выпускникам общеобразовательных школ. Глава администрации города Олег Фурсов встретился с самыми выдающимися из них. Звезда в самарском бадминтоне Любовь Житкова свои успехи в спорте рассматривает только как хобби. Больше всего на свете ее привлекает магия чисел. Девушка мечтает стать бухгалтером, собирается поступать в СГЭУ и уже в предвкушении студенческой жизни. Скорее радость, потому что что-то новое всегда интересно познавать. Познавать что-то новое. Не страшно? Ну, есть доля страха и неизвестности ему. Что будет, что ждет, но это интересно. Все эти ребята – отличники, а многие претендуют на золотые медали. Каждому вручили сертификат на получение единовременного пособия в размере 10 тысяч рублей. Пособия выпускникам, относящимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Самаре выплачивают с 2009 года. В этом году единовременные пособия и планшетные компьютеры получили 59 выпускников. Школа в прошлом. Впереди новая самостоятельная жизнь. Нам очень нужны высокопрофессиональные, высокоподготовленные, компетентные рабочие, в первую очередь. На них спрос очень большой. Если же вы захотите поступать в высшее учебное заведение, я думаю, также всемирная поддержка вам будет оказана. И мы с удовольствием примем в ряды трудоспособного населения, в ряды наших горожан, высокоподготовленных инженеров. Нам это крайне важно. Еще впереди, я знаю, очень много таких ответственных этапов. Но от того, как мы все с вами его пройдем, от этого будет и зависеть дальнейшая жизнь. Впереди интересная жизнь у вас. И нам очень хочется, чтобы вы действительно были востребованы здесь, на родной земле. Скоро у выпускников начнется горячая пора госэкзаменов. А потом их ждет самый трудный экзамен – жизнь. Марина Матвеевична, Сергей Баскин. События. В Самару прибыли чудотворные святыни. В храм в честь святого Спиридона Тремифунского привезли старинную икону с частичкой мощей великомученика Пантелеймона и головной убор – скуфию, освященную на мощах святого. Святой Пантелеймон – один из самых почитаемых святых на русской земле. Он издавна считается покровителем врачей и больных. Эта икона великомученика Пантелеймона написана в XIX веке на горе Афон. В Самару ее привезли из Ташкентской епархии. Сохранился и головной убор святого – скуфия. В годы революции верующим удалось сберечь святыню. И два года назад ее вновь осветили на мощах Пантелеймона. С Божьей помощью до нашего времени эта святыня сохранилась. И в XIII году она была вновь приобретена. Владыка Викентий вторично летит на Афон, одевает опять на голову святого эту скуфию, вторично освящает. По преданию, святой Пантелеймон жил в III веке. Он был лекарем и исцелял людей не только врачеванием, но и молитвой. Пантелеймон принял мученическую смерть за то, что отказался отречься от христианской веры. С тех пор он считается покровителем всех врачей и больных. Святой великомученик, целитель Пантелеймон, он призывается во время одного из таинств церкви, таинства Елея освящения, когда мы просим Бога исцелить страждущего человека. Поклониться святыне в храм в честь Спиридона Тремифунского могут прийти все желающие. Двери открыты с 9 утра до 6 вечера. Это просто уникальная возможность, наверное, не только для жителей нашего района и прихожан нашего храма, но и для всех самарских православных верующих, да и всех тех, кто неравнодушен к истории нашей православной культуры. В Самаре святыни пробудут до конца недели. Затем их планируют довести до храмов Крыма, Донецка и Луганска. Лариса Шлафас, Дмитрий Мешканцов, События. Банки теряют очки доверия россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований. Смотрите новости экономики сразу после нашего выпуска. У меня на этом пока все. Обратите внимание, телеканал Самара ГИС теперь на новой частоте. Настройтесь на 263 и 25 МГц в кабельной сети дом.ру.тв или 17-й кабельный канал. Смотрите нас онлайн на сайте Самара.тв и через специальные бесплатные приложения для телефонов и планшетов на базе Android и iOS. Полный архив передач на www.samaragis.ru. Следуйте за нами в Твиттер, читайте нас в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук. Всего вам доброго и до встречи. Здравствуйте. Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. В Минздраве считают, что цены на лекарства, стоимость которых не регулируется государством, выросли почти на 20%. Рост цен в дешевом сегменте был еще выше около 30%. На этом основании Минздрав полагает, что необходимо государственное регулирование цен, иначе рост сдержать не удастся. Между тем, по данным того же Минздрава, в отрасли в настоящее время не хватает 30 тысяч врачей определенных направлений, хотя одновременно наблюдается профицит других специалистов. Ну а если спросить потребителей, то цены выросли на все 50%. Тут и курс доллара, и жадность аптек виноваты. Но, разумеется, рубль должен быть слабым, иначе никак. Банки теряют очки доверия россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований. Доля россиян, доверяющих банкам, сократилась за год с 74% до 56%. Максимальный уровень доверия населения был зафиксирован в 2013 году на отметке 78%, а тенденция к снижению доверия наметилась с прошлого года. Динамика уровня доверия страховым компаниям схожа с динамикой доверия банкам, однако не так выражено. За год доля россиян, доверяющих страховщикам, почти не изменилась. Однако с 2013 года отмечается заметное падение с 41% до 35%. Кстати, давно сказано, что для нашей свободы банки куда опаснее вражеских армий, сказал Томас Джефферсон. В среду, 20 мая, цены на авиабилеты немного снизятся. Курс евро для продажи международных авиабилетов устанавливается еженедельно по средам. Рублевые расценки вычисляются по курсу Евро Центробанка России на вторник, округленному до 50 копеек в большую сторону. Так что пассажирам, определившимся с планами перелетов из России за рубеж, стоит подождать с приобретелем билетов до среды. Российский фондовый рынок открыл торги вторника снижением. Индекс ММВБ в первые минуты торгов снизился до отметки 1677 пунктов. Среди лидеров роста акций Солерса, РДР Русала, ВТБ, НЛМК, Яндекса, АФК Системы и Префы Сургутнефтегаза. В лидерах падение Мечел, Мостатрест, Полюс Золото, ТМК и Сбербанк. Российский рынок открылся снижением на фоне падения нефтяных котировок, ушедших в минус на опасениях роста запасов сырья на мировых рынках. На азиатских рынках позитивная динамика, поддерживаемая ослаблением иены. Курс доллара на 19 мая 49,21 рубля, курс евро 56,10 рубля, золото стоит 1943 рубля за грамм, серебро стоит 28 рубля 1 копейку за грамм, цена нефти марки Brent 66,34 доллара за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Тольяттинские рифы серебряные призеры НХЛ. Самарский спортсмен завоевал шесть медалей на всемирных играх. Павлюченкова неудачно выступила на римском турнире. Анастасия Павлюченкова с Аллой Кудрявцевой покинули теннисный турнир в Риме. Самарчанка с отечественницей проиграла полуфинал парного разряда. Тандем у венгерки Тимми Бабаш и француженки Кристини Младенович. 2-6, 3-6. Причина поражения – ошибки при подаче. Самарский пловец Андрей Буков выиграл шесть медалей и вошел в десятку лучших спортсменов на всемирных играх слепых в Сеуле, Южная Корея. Буков завоевал три золотые медали 100 метров на спине батерфляем и комбинированная эстафета 4 по 50 метров. Вольным стилем – одно серебро на 400 метровке и две бронзы на 50 и 100 метров. В итоге самарец в личном зачете стал восьмым. Вообще, наградную копилку пытались расколоть почти 2000 паралимпийцев из 57 стран. Всемирные игры – это генеральная репетиция, которая проходит за год до летних паралимпийских игр. А пока у Букова впереди чемпионат мира. В финале Всероссийской НХЛ ночной хоккейной лиги Тольяттинские рифы уступили Шори из Таштагола 3-4 и заняли второе место в дивизионе будущие чемпионы. Замечу, что во втором периоде автомобилисты проигрывали 1-3, но сумели вернуться в игру в третьем и довести матч до серии буллитов. Но точнее бросали поворотом Шори. Серебряные медали – первый успех команды Самарской губернии в НХЛ. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова